Когда человек хочет аскез, победы над судьбой, когда он хочет мудрости, трудности, преодоления препятствий, когда он хочет величия, силы, успеха, разума, он получает мужское тело. Когда человек хочет счастья, любви, гармонии, когда он хочет отдыха от трудностей, когда он хочет чистоты, радости, нежности, заботы, гармонии, красоты, тогда он получает женское тело. Но здесь противоречие. Кажется, что женская сила, значит, надо расслабиться. Понимаете, нет речи о расслаблении ни в каком теле, ни в женском, ни в мужском. Просто женщина не должна через силу что-либо делать. Она должна учиться себя вдохновлять. И Бог ей дал по этому возможности сильно впитывать в себя знания. Вот женщине очень легко слушать духовную музыку, впитывать в себя лекции. Если она во что-то поверила, она легко это слушает. Мужчине поверить очень сложно. Мужчина психика не так-то быстро принимает что-либо. Женщине легко поверила и все, и начала все сразу изучать. И изменения в женщине и у женщины в жизни происходят в два раза быстрее, чем у мужчины, если она изучает. Это в диссертации доказал. Я изучал, вот у меня на слушателях лекций. У женщин все быстрее, в два раза происходят изменения. И женщин в три раза больше на лекции ходят, чем у мужчин. Понимаете? То есть у них психика открыта к знанию. Почему? Потому что женщина быстро вдохновляется и быстро тухнет. Если она не вдохновляет себя каждый день, она затухает, у нее нет силы следовать. Вдохновение не означает только лекции слушать. Нужно еще подружек иметь. У кого нет подружек, которые слушают лекции? Поднимите руку. Ну-ка, выше поднимите. Теперь встаньте. Смотрите друг на друга. Вот вы, подружки, друг к другу. Смотрите, стоять. Ну да господи, ну не посмотрели же. Встаньте, встаньте, встаньте. Смотрите. Встаньте, ручкой махать, машите друг другу, потом встретитесь. Все. Знакомьтесь. У нас есть клуб благость. Можно в клуб благость ходить, сразу куча подружек будет. И там же парней есть немного. Хорошие парни везде на распад. Клуб благость как раз вот занимается тем, что развиваются все вместе. Есть и группы в контактах, закон о счастливой жизни, группа 350 тысяч человек. Общайтесь, развивайтесь, знакомьтесь. Куча других, в Инстаграме, везде есть группы общения вокруг моих лекций. Изучайтесь, знакомьтесь, общайтесь, создавайте свои группы. Общайтесь там, договаривайтесь, не просто переписывайтесь, а задавайте вопросы о лекциях. Кто ответил, значит, активный человек. С ним можно потом серьезнее общаться. И так далее. Активность, нужна активность для того, чтобы побеждать судьбу. Пассивность не побеждает судьбу, не побеждает. Продолжение следует... Продолжение следует...